Утро на балконе Всем доброго утра, хорошего настроения 20 апреля, вторник, сегодня Солнышко светит, обещают до плюс 14 Прекрасная погода Солнышко светит, ясное Здравствуйте, страна прекрасная Страна у нас не только прекрасная, но и хоккейная Впереди у нас чемпионат мира по хоккейам Да, будем болеть Ну, болеть, вот сейчас как-то будем болеть Звучит как-то двусмысленно, не надо Нет, сейчас, вот как раз сейчас будем болеть Звучит нормально, по-спортивному Именно в этом самом хорошем смысле И времени на подготовку чемпионату Остается не очень много Техническую, да, нужно сторону тоже подготовить И мы сейчас при страстием Расспросим именно о техническом Ну, как IT Вот с этой стороны, с этой технологической Скорее, стороны подготовки Нашего госта, руководителя информационных и коммуникационных технологий В БИТе Групп Владислава Гурмана Доброе утро, Владислав Здравствуйте Доброе утро Доброе утро БИТе посчастливилось стать официальным партнером Чемпионата мира по хоккею Расскажите, пожалуйста, что входит в это понятие, применимо к вам Что вы именно обеспечите? Просто там, не знаю, шесть рутеров поставите, мобильную сеть или все гораздо сложнее Шайбу ворота наших соперников Да, все гораздо интереснее И как раз таки, да, фиксирование голов Тоже за это отвечаете вы Да, во-первых, хочу сказать, что БИТа не только посчастливилась Но БИТа как компания целенаправленно шла к тому, чтобы реализовывать именно проекты Полноценные ИКТ-проекты И начиная с 2018 года мы потихоньку трансформируем всю нашу большую БИТа-группу Которую покрывают все три страны Из классических мобильных операторов связи В полноценного игрока на рынке информационных и коммуникационных технологий Поэтому то, что происходит сейчас Что БИТа является главным технологическим партнером чемпионата мира по хоккей Это никаким образом не является какой-то случайностью Или удачным стечением обстоятельств Или что-то в этом роде В первую очередь, наша целенаправленная работа Что же мы там будем делать? Ну, тут у вас недавно были новости Там про Международную космическую станцию После этого была реклама Порше, космос и тому подобное То, что мы делаем, это не космос Это более приземленные вещи Но, тем не менее, они технологически очень сложные И занимают очень много времени А времени, как вы уже сами сказали, очень мало Поэтому основная задача – это обеспечить полное технологическое партнерство Чемпионата мира по хоккею Включая вновь построенные внутренние сети Технологические сети в Арена Рига Олимпийском спортивном центре Обеспечение соответствующего уровня IT-безопасности Чемпионата мира по хоккею Потому что, как мы все знаем, у нас тема, связанная с безопасностью Это, в принципе, такой тренд во всем мире уже как минимум 2-3 года И Чемпионат мира по хоккею тоже не является исключением Обеспечить все внешние коннекции Все внешние связи с миром Потому что мы себе представляем, что Чемпионат мира по хоккею Это все ведущие мировые сборные С всеми ведущими мировыми телевизионными каналами Радиостанциями, прессой И все-все-все-все-все делегаты Хоккейных федераций и тому подобное Они все съезжаются к нам в Ригу Потому что, может быть, как-то еще у многих Слушатели, зрители в голове, может, не до конца укладывается Но огромное количество очень высокого ранга людей Приезжает в Ригу И они должны иметь возможность Подключаться к каким-то своим серверам Пользоваться интернетом Пользоваться какими-то шифрованными каналами связи В таком виде, чтобы это все не прерывалось Чтобы это все было максимально надежно Чтобы это все работало, как швейцарские часы Которые обычно используют для синхронизации времени на арену То есть, вот в этом так называемом пузыре Между Олимпийским центром и ареной Рига Собственная сеть, которая бесперебойно работает А можно ли на конкретных примерах Ну, потому что понятно, что вот эти вот Интегрированные ИКТ решения А что это значит? Простите мне мой профанный вопрос Ну, я понимаю, да, там очень высокопоставленные люди приезжают Владельцы команд, тренерский состав Да, и сами игроки, да, и зрители их будут пущены Кстати, чуть больше двух тысяч человек Вчера появилась информация об этом Им всем интернет нужен А еще? Да, значит Представим себе А, у нас час есть времени, чтобы ответить на этот вопрос? Если нет, то я постараюсь быть максимально градом Хорошо, значит Представьте себе, что вот у нас есть две арены И в этих аренах есть куча различных помещений И каждого помещения есть свое значение В одном помещении находится там судейская В другом там гардеробный команд Третье помещение для медиа-центра Четвертое помещение для... То есть у каждого помещения какой-то свой функционал Свой функционал связан с какими-то своими Технологическими вещами Которые там должны быть Например, в одной из комнат Обязан быть Живой повтор То есть еще до того, как там что-то вышло на экран И люди уже видят это в этой конкретной комнате В другом месте В медиа-центре Должно быть определенное количество Так называемых портов, то есть физических мест Куда корреспонденты могут воткнуться Чтобы получить себе быстрый интернет И максимально быстро всему миру Рассказать о том, что они увидели Что они сфотографировали, сняли Или еще что-то То есть у каждого помещения свое предназначение Таких помещений, просто чтобы вы понимали объем Их более 300 Более 300 помещений У каждого помещения есть свое значение Опять-таки, чтобы мы понимали Олимпийский спортивный центр Он не хоккейная арена То есть там все строится с нуля И даже в самой арене Рига Как хоккейной арене Ввиду того, что очень много помещений переделывается Очень много что пришлось И приходится сейчас Люди работают Вот на данный момент уже тоже работают Приходится перетягивать с нуля То есть всю инфраструктуру Чтобы ее приладить Конкретным нуждам Каждого конкретного помещения Мы подсчитали, что порядка там 18 километров Различных кабелей Будут протянуты за все это время Ну то есть это такие цифры С которыми ты достаточно редко сталкиваешься Как бы даже Я вот в этой сфере работаю больше 20 лет И в принципе То, что я помню НАТО-саммит Там тоже очень много что всего было Но, кстати, я на нем работал Он как раз и происходил Одна из площадок Вот этот Олимпийский центр Да Тоже же Ваша заслуга была Да И, собственно говоря Это вот Все достаточно Комплицировано Не только из-за количества А также из-за сроков Потому что стандартно Такого рода проекты Подготавливается в течение Там Ну там Шести-девяти месяцев Минимум А сколько у вас? Потому что заранее согласуются требования А у нас Не полностью Ну когда в феврале у нас объявили По-моему Да О том, что у нас будет проходить чемпионат Ну а, собственно говоря С февраля Началась интенсивная работа И тут я просто хочу Пользуясь случаем Сказать огромные Наши слава и благодарности Нашей Хоккейной федерации Хоккейной академии А также техническому персоналу Арена Рига и Олимпийского спортивного центра Потому что мы Вместе с ними В принципе работаем Ну не круглые сутки Но уже близко к этому И это максимально отзывчивые Профессиональные люди Которые делают то Чем мы 100% Потом все вместе сможем гордиться Потому что в такие кратчайшие сроки Что-то организовать Это Ну это большое мастерство Скажем так Ну это что-то похожее на подвиг Да Мы беседуем с Владиславом Гурманом Руководителем информационных И коммуникационных технологий В битых групп И речь идет о подготовке К чемпионату мира по хоккею А напомню он пройдет в мае И пройдет он в так называемом Пузыре между ареной Рига И Олимпийским спортивным центром Который специально Переоборудуется в ледовую площадку Владислава наверняка же Ну помимо сигнала Он там для нас Для прессы Большое спасибо заранее За нас и за коллег Решения безопасности Какие-то специальные Тоже присутствуют? Да присутствуют Они там разделены На несколько слоев Потому что опять-таки Каждому помещению Есть свой функционал Своё предназначение И в каждом помещении Есть различного уровня Решения по безопасности В первую очередь Стоит обратить внимание На все что касается Вай-фай сетей Потому что вай-фай Там тоже необычный Вай-фай там С наложенными Определёнными Уровнями Секьюрити То есть безопасности И даже все Что касается Выхода в интернет Это всё проходит Через большие фаерволы Которые соответственно Внимательно следят за тем Чтобы ничего Нехорошего Не произошло И плюс к этому По всему Ещё есть абсолютно Независимые сети Самого Скажем Хоккея Самих Хоккейных Федераций Которые Не имеют Нико общего С этими Общественными Скажем так Подключениями И это Идёт Абсолютно Отдельно Параллельно Но об этом Я не могу Более подробно Говорить А то И соображение Той самой безопасности А что-то Что-то Да В голову Не пришло Олег Хорошо Уступлю Я просто хотел Спросить А вот эти Объёмы Информации Которые Передаются Вот они Действительно Ну являются Чем-то Уникальным То есть Насколько То что Приходится Передавать Изображение Ну В трансляции Это всё Выдерживает Нагрузки Те вот Коммуникации Которые сейчас Пролагаются Да Как раз таки То что мы Прокладываем Мы прокладываем Основываясь На требованиях ИХФ То есть Самой Основной Хоккейной Федерации Которая Чемпионат Организует Естественно Не первый год Основываясь На их требованиях Мы прокладываем Мы всё умножаем На два Ну то есть Соответственно Чтобы быть Максимально Обезопасенными Потому что Вдруг поменяются Какие-то Требования Определённые И нам Соответственно Не придётся Что-то перетягивать Потому что Всё что мы делаем Мы просто умножили На два И в двойном объёме Всё это обеспечиваем А вторая вещь Что касается Скажем так Самой биты Как компании Мы тут недавно Посмотрели Общий объём Трафика Который доступен Всей битогруппе Потому что Как я уже сказал Мы покрываем Все три страны И я очень удивился Потому что Ну как Ежедневно С этим работаешь Ты как особо Не следишь за этим Когда Ты подсчитываешь В сумме И вот В сумме Мы подсчитали Что у нас Доступно Порядка Пол Терабита В секунду Интернет-трафик То есть это 500 гигабит Пройдёт Пройдёт В Риге Буквально Чуть больше Чем через месяц На подготовку Времени Остаётся Всего ничего Но я бы хотел Не о подготовке А уже о будущем Заглянуть Так сказать В грядущее Владислав То, что вы сейчас Протянете 18 километров Кабелей Кабелей Как правильно Кабелей Кабелей Шнуров Что потом Останется И как это Будет В дальнейшем Использоваться То есть Пользователями Простыми Того же самого Олимпийского центра Которые потом Вернутся Не знаю Концерты Возобновятся В арену Рига Как это отразится На будущем Вот этих обеих Площадок Да Тут Надо в первую очередь Смотреть Что у нас Произойдёт В мире С этой пандемией Как быстро Все вакцинируются Как быстро Мы придём К какой-то Новой нормальной Жизни Где мы сможем Ходить на концерты И на другие Спортивные мероприятия Если мы смотрим С точки зрения Инфраструктуры Как таковой Олимпийский спортивный центр Он же не останется Хоккейной площадкой То есть Он Потом Будет Переделан Каким-то образом Поэтому Естественно Часть инфраструктуры Останется Для будущего Часть Будет демонтирована Чисто по Физиологическим причинам Потому что Там больше не будет В том месте Где сейчас трибуны Не будет трибуны И всё в таком духе Что касается Арена Рига То Сеть Которая там строится Она строится Именно под Специфику Чемпионата мира По хоккею Какие-то элементы Там останутся Но опять-таки Надо понимать Что то что строится Оно как бы уникально Для чего-то одного Да Для чемпионата мира По хоккею Потом какие-то элементы Будут использоваться дальше Но если мы смотрим В общем и целом То Много то что Из Скажем так Из части Оборудования То что Бита Будет использовать В этом данном Мероприятии Чемпионате мира По хоккею Будет дальше Использоваться В других проектах Бита Потому что Как я уже сказал Мы трансформируемся Из классического Мобильного оператора В полноценного ИКТ игрока И у нас таких проектов Впереди Очень много То есть опыт Пригодится И будет дальше Использован Однозначно Ну Насколько я понимаю Да Ну во-первых Я повторю Владислав Гурман У нас в гостях Хоть и удаленно Руководитель информационных И коммуникационных Технологий В Бита Групп Вы занимаетесь Не только Эти решениями Касаемо Чемпионата мира Но интернетом Вещей так называемых Вот это Понятие Как-то Относимо К чемпионату мира Или это Отдельная сфера Которую мы возможно Попозже поговорим Отдельная сфера Естественно Уже потихоньку Внедряется Интернет вещей И вот В подобного рода Мероприятия Как чемпионат мира По хоккею Но если мы смотрим В Скажем так Совсем уже Недалекое будущее То Интернет вещей Как к сожалению Пандемия сейчас Станет Новой нормальностью И интернет вещей Это то Отдельное направление Которое у нас Развивается В принципе Многие говорят Что это как бы Будущее Что вот Потихоньку Мы идем К тому Что у нас Будут умные Холодильники Которые у нас Что-то там Заказывают Сами Из супермаркетов И все На самом деле На самом деле Там многое Что из этого Уже является Настоящим Просто Оно До Латвии Доходит Ну потихоньку Как у нас Это часто бывает С технической точки зрения Биты Как компания Готова С точки зрения Конечных устройств Каких-то вот Умных Умных устройств Они На подходе Но может быть Не так быстро Как в некоторых Других Стран Ну а что первое Вроде как С интернетом Все в порядке Всегда Латвия Одна из Ключевых стран В мире По Средней скорости Интернета Интернет вещей Как технологии Тоже тут развиты Но вот Это может быть Больше С точки зрения Бизнеса Может быть Понимание Того Что умные Решения Могут Помочь Бизнесу Заработать денег И сэкономить На каких-то Расходах Может быть Оно приходит Постепенно Ну по вашему Опыту Какие первые Решения Могут быть Реализованы Интегрированы В Латвии Ну те же самые Умные дома Умные машины Умные холодильники Умное что Значит Тут можно разделить На то Что касается Конечных пользователей И какие-то Скажем так Бизнес решения То что касается Это так Наполовину Бизнес решения Экономических пользователей Это умные Счетчики Воды Газа Электричества И тому подобное То есть все Что касается Считывания данных Их анализа И всего остального Потом Вторая вещь Это Это такая Интересная штука Она В других странах Обретает Очень большую популярность Это Что касается Мусора Конкретно Вывоза мусора Дело в том Что представьте себе У нас есть контейнеры И вот например Два раза в неделю Или три раза в неделю Приезжает мусорная машина Эти контейнеры Забирать Они не смотрят Полные эти контейнеры Полупустые Или пустые Они ездят И за каждый Вот раз Когда они поехали Очевидно Там есть какая-то плата В свою очередь То Куда идет мир Это то Что ставятся Специальные сенсоры Которые фиксируют Наполняемость Контейнеров И Машины Мусорные Мусоровозы Выезжают тогда Когда контейнер Близок к полному А не тогда Когда у них Это положено По графику Что это позволяет Это позволяет Эффективно Ввозить мусор Возможно Не так часто Ездить Ну Конкретным Каким-то Мусорным баком Ну более эффективная Логистика Это логистика Это экономия Денег Причем для всех Это Причем это решение Оно уже есть сейчас Как бы Ну просто Оно еще Не запущено Возможно В таком В Латвии Чтобы мы все о нем Услышали Да Ну что же Таких много примеров Таких много примеров Я уверен Мы вернемся еще К этим Примерам Но к сожалению В другой раз Время поджимает Свисток Судья Зовет на поле Дальше продолжать Второй тайм Не за горами Владимир Гурман Был с нами Сегодня руководитель Информационных И коммуникационных Технологий Бита Групп Мы говорили О подготовке Которую проводит Компания Бита Групп К чемпионату Мира По хоккею Он пройдет Буквально через месяц Чуть больше Осталось на подготовку И ребята В общем-то Совершают Нечто близкое К геройству Ну а подробности На портале MixNews Можно будет Чуть позже Прочитать об этом Владислав Огромное спасибо Спасибо вам И удачи И удачи И сарауи Сарауи Все До свидания Ребята Пока Удачи Удачи Удачи